Без Крыма, но с Путиным в Киеве, как кандидаты в президенты будут возвращать оккупированные земли. Апостров, Украина Артур Гор Апостров, Украина 29 марта 2019 года Каждый раз, когда власть начинают упрекать в низких темпах экономического роста, ухудшение качества жизни украинцев, росте цен на товары и услуги, нехватки денег на самые необходимые бюджетные программы, находится железобетонный аргумент, в стране идет война. Тут, конечно, не поспоришь, вооруженный конфликт действительно не может способствовать полноценному развитию государства. Между тем, каждый из лидеров президентской гонки предлагает свой вариант решения проблемы Донбасса и Крыма. Кто-то вообще строит на этой проблематике свою предвыборную кампанию, а кто-то, лишь вскользь упоминает выход из кризиса в своей программе. Апостров разобрался, как самые рейтинговые кандидаты собираются возвращать оккупированные территории, и самое главное, сработает ли их план. Миротворцы Порошенко еще год назад тема введения на Донбасс миротворцев ООН, которых лоббировал действующий президент Петр Порошенко в качестве лекарства от войны, не сходила с первых полос украинских и даже зарубежных СМИ. Но когда стало ясно, что в Совбезии ООН Россия не собирается соглашаться на украинский вариант, мандат миротворческой миссии не только на линии разграничения, а по всей оккупированной территории, в администрации президента задвинули тему миротворцев на второй план и сконцентрировались на тумысе об автокефалии православной церкви. Тем не менее, в предвыборной программе Петра Порошенко тема разрешения конфликта все же затрагивается. Итак, президент предлагает восстанавливать территориальную целостность Украины политико-дипломатическим путем, обеспечивая единство проукраинской коалиции в мире, используя инструмент санкции и механизм международной миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса. То есть ничего кардинально нового. В таком случае, странно ожидать принципиально иных результатов, выполняя одни и те же действия. Правда, существует вероятность того, что в вопросе Донбасса Кремль просто взял тайм-аут и заблокировал решение проблемы в совбезе ООН до момента, пока в Украине не пройдут президентские выборы. Но с другой стороны, если Порошенко сам себя называет самым нежелательным и неудобным вариантом для Путина, то тем меньше вероятность, что Кремль пойдет на уступки в вопросах Донбасса с неудобным вариантом. Обширный блок в программе Порошенко занимает тема вступления в НАТО. По словам президента, до 2023 года Украина должна получить план действий по вступлению в Альянс. Теоретически, воевать со страной, членом НАТО России не будет, что решает проблему Донбасса. Но, во-первых, никаких четких заверений от НАТО в том, что мы получим ПДЧ, план действий по членству в НАТО, нет. Во-вторых, если ПДЧ и будет, его еще нужно выполнить, чтобы не получилось, как с отменой статьи о незаконном обогащении. А, в-третьих, вряд ли в НАТО захотят поменять местами составляющие принципы утром, деньги, вечером, стулья и принять Украину с действующим вооруженным конфликтом на большой части территории. Меморандум Тимошенко Юлия Тимошенко предлагает освобождать украинские территории на основе Будапештского меморандума. Напомним, что этот документ был подписан Украиной, США, Великобританией и Россией в декабре 1994 года и гарантировал нашей стране безопасность и территориальную целостность в обмен на отказ от ядерного оружия. Мы добьемся настоящего переговорного процесса и восстановления мира в соответствии с Будапештским меморандумом. Мы вернем военно-дипломатическим путем мир и оккупированные территории Крыма и Донбасса, говорится в тексте программы Леди Ю, ведь Порошенко недостаточно настаивал на выполнении документа и тем самым предал народ. Однако если обратиться к тексту Будапештского меморандума, то становится понятно, что ни США, ни Великобритания не были обязаны вписываться за Украину в случае вооруженной агрессии, а только лишь добиваться немедленных действий со стороны Совета Безопасности Организации Объединенных Наций с целью оказания помощи Украине. Это они и делали, но что ж поделать, если у РФ Совбезион, право вето. Да, согласно пункту 6 этого соглашения, если встает вопрос по обязательствам стран-подписантов относительно обеспечения украинской безопасности, то США, Украина, РФ и Великобритания будут проводить консультации. Но обязательств проводить эти консультации, а уж тем более выдать по их итогам какой-либо результат, да еще и положительные для нас, у подписантов меморандума нет. В Будапештском меморандуме нет норм прямого действия. Россия всегда может сказать, да, мы аннексировали Крым, да, мы оккупировали часть территорий, но при этом мы уважаем территориальную целостность Украины, поясняет апострофу аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкович. Преступник, избивая свою жертву на улице, ведь тоже может питать к ней глубокое уважение как к личности. Тем не менее, Тимошенко настаивает на консультациях в расширенном формате. Сразу после выборов, Леди Ю предлагает пригласить в Украину лидеров стран, подписантов Будапештского меморандума, а также лидеров Франции, Германии, Китая и Верховного комиссара ЕС по вопросам безопасности. И здесь вопрос в том, приедет ли в Киев Владимир Путин, ведь Россия же выступала гарантом выполнения Будапешта. Дальше Тимошенко предлагает усиливать санкции против РФ благодаря сильному переговорному процессу в формате Будапешт+. Переговоры Зеленского в официальной предвыборной программе Владимира Зеленского вопросу деокупации Донбасса и Крыма уделяется совсем немного внимания, а то, что все-таки предлагает лидер квартала, выглядит очень неконкретно. Например, Зеленский, так же как и Тимошенко, апеллирует к Будапештскому меморандуму. Кроме того, открытость и готовность кандидата к любым форматам переговоров еще не означает, что переговоры эти действительно состоятся, если Зеленский станет президентом. Вариант любого формата переговоров, круглых столов и обсуждений возможен только тогда, когда все потенциальные участники согласны на этот формат. Добавил Игар Тышкевич. Нейтральность Бойко несмотря на то, что Юрий Бойко позиционирует себя пацифистом, а его программа акцентирована называется «План мирного развития для Украины», конкретным механизмом достижения мира в ней уделяется не так и много внимания. Бойко обещает сделать все, чтобы остановить конфликт исключительно мирным путем, но этого всего в программе всего два пункта – выполнение всех международных обязательств по Донбассу, то есть минских договоренностей, и прямые переговоры со всеми сторонами конфликта. При этом Бойко настаивает на реализации политической составляющей минских соглашений, выбора и особый статус Донбасса. НАТО для Бойко, конечно же, нет. Нет, нет, а миротворцы как бы да, но по российской формуле, только на линии разграничения. Кстати, слова «Крым» в программе кандидата нет вообще. Вероятно, перемещаясь в системе координат, заданных Москвой, президент Юрий Бойко, действительно, способен добиться прогресса на Донбассе, но лишь формально, с прекращением горячей стадии конфликта. Но потеря части суверенитета страны. Бойко предлагает прямые переговоры при участии, как представителей непризнанных республик, так и Москвы. У Бойко есть преимущество. Россия демонстрирует, что готова с ним говорить. Он даже посещает РФ, общается там с премьер-министром, что является демонстрацией того, что Россия рассматривает его как максимально договороспособного для себя украинского политика. «Может это быть эффективным? Конечно, может, но вопрос в том, насколько подобную эффективность будет готов воспринять электорат», поясняет апострофу политолог Петр Олещук. Противоречие Гриценко Это предвыборная программа Анатолия Гриценко относительно судьбы Донбасса и его публичные заявления по этой проблематике противоречат друг другу. Так, в программе политик уверяет, что капитулинского возвращения Донбасса не будет. «Оккупированные территории вернем без особых статусов – дипломатическими, военными, экономическими, санкционными способами совместно с зарубежными партнерами». В то же время особый статус Донбасса прописан в Минских соглашениях. Таким образом, следуя логике программы Гриценко, если особый статус – табу, то Минские соглашения стоило бы разорвать. Однако политик уверяет, что разрыв соглашения сейчас не будет для Украины позитивным моментом, напротив, нужно составить мирный план по развитию Минских соглашений. В прямые переговоры с РФ Гриценко также не верят, только при участии США и ЕС, а вот Крым и экс-министр обороны вновь собираются вернуть под юрисдикцию Украины. Правда, конкретный механизм в предвыборной программе отсутствует. Что дальше? По словам экспертов, опрошенных апострофом, вопрос, как вернуть оккупированные территории, менее принципиальный, чем вопрос, что делать с возвращенными территориями после, чтобы Украина вместе с Донбассом не получила бомбу замедленного действия, заложенную под ее государственность. Вопрос не в том, кто будет президентом, вопрос в общих интересах РФ, а общий интерес РФ, усилить уже создавшуюся местную идентичность на оккупированных территориях. Именно в таком формате отдать нам Донбасс, сначала финансово, а потом и политически. Как раз интерес РФ в том, чтобы Донбасс был украинским, но вопрос в том, какой Донбасс, отмечает Игорь Тышкевич. Представьте, что на нас вешается регион с экономическими, экологическими, инфраструктурными проблемами и проблемами безопасности, и этот регион необходимо финансировать, а это, дополнительные расходы бюджета. Фактически это будет означать, что украинская экономика, в самом лучшем случае, перестанет расти. В худшем случае, мы вернемся к экономическому спаду. А дальше смотрим, как население реагирует на очень медленные реформы, и в результате это перерастает в политический кризис. Я не увидел в программах кандидатов ответа на вопрос, что делать с Донбассом. Они концентрируются только на том, как вернуть Донбасс, грубо говоря, как повесить украинский флаг над зданием Донецкой облгосадминистрации. Хорошо, повесили, а что делать через пять минут? Подытожил эксперт. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...